Доброе утро всем! Сегодня 2 января 2024 года. У нас, смотрите, какая плохая-плохая погода. И опять наши теплицы, вон видите, приехали сюда, уже закончили работу, работали 3 часа, как обычно. Ну вот, хотелось немножечко такой обзорчик сделать, пока вроде дождик закончился. И мы, у нас сегодня 11 человек, работало много, пришли сюда поработать. Видите, какая грязь везде, потому что дождь идет стеной, погода такая длинная, можно сказать. А вот, ну что делать, как мы всегда говорим, у природы нет плохой погоды. Чуть-чуть дождик прекратился, я решила немножечко поснимать. Ветер, сильный-сильный ветер. Ну вот, ну вот так вот, видите, сколько теплица, какая большая. Там люди уже выходят, все, закончили мы нашу работу. Ну вот, чуть-чуть такой обзорчик сделала. Видите, камера даже не фокусируется, потому что у меня ветер и потому что дождь идет. На дожде, на дожде, видимо, фокусируется камера. Видите, солнышка вообще нету, но ну где. Ну, следующая неделя будет холодно, обещается. Видите, там домик такой деревянный, гараж, маленький домик, там мы кофе принимаем. У нас небольшая, там была пауза. Извиняюсь, я с тобой плохая. Ну все, пока-пока, до следующего видео. Ну вот, плавненько перехожу от утрешнего видео, потому что утром оно получилось слишком коротеньким из-за ветра. Ветер такой сильный был. В общем, отработали, пришли домой. Ну и сегодня уже, видите, уже у нас вечер. Вот сейчас так покажу, переведу. Видите, уже вечер. У нас уже где-то часов без 15.6. Видите, вот. И я, как раз мы съездили за продуктами, то есть те продукты, которые мы заработали, можно сказать, сегодня бесплатно нам дали. Ну вот такой вот наборчик продуктов. Не знаю, хорошо это или не хорошо, хороший или нехороший набор, но это абсолютно бесплатно. Ну как бесплатно? За то, что мы сегодня, три часа работала я и Жанлюк. Я опять работала на своей, в общем, перебирала эту фасоль. Она прям бесконечная какая-то, там мешки, мешки таскают. Ну это как у них идет все на продажу. И фасоль должна быть очень-очень хорошо перебрана, то есть такая очень красивая. Вот. И все это вручную приходится делать монотонно. Ну спина устает. Ну не в том же плане, что она тяжелая работа, а монотонная. Вот. Ну я потом вам немножечко, может быть, и расскажу, как у нас это все происходит. Жанлюк, он у меня работал на прополке, прополке салатов. Тоже работа у него очень тяжелая, потому что нужна наклоны. В общем, ему было трудновато. Ну в общем, три часа отстояли. Шесть часов получается на двоих. Ну что нам за это дали? То есть у нас получается одна продуктовая корзина на два человека. Вот. А что нам дали? Сейчас покажу вам. Вот такой какой-то кускус. Не знаю, кстати, я раньше никогда не готовила. Вот первый раз такую видела. Бел кускус. Не знаю, что это такое. Попробуем. В общем, вот такая коробочка. Дальше дали табуле. Ну это тоже самое. Кускус, видите. Сто процентов бандуэль. Французы его очень любят. У меня Жанлюк его ест. Я с чем-нибудь мясным даже с удовольствием может. Ну, с каким-нибудь жамбоном или еще с чем-нибудь. С мясом, короче говоря. Дальше дали вот такой вот как раз жамбон и дали. Видите? Ну вот. Такой жамбон. Четыре тут пластика жамбона. Вот такой свиной. Это дант, жамбон. И дант это, как она называется-то? Индюшка, индюшатина. Вот. Индюшатина, жамбон. Дальше дали вот такую нам. На четыре, кстати, почему-то персона. Ну я разделю или заморожу даже, наверное, его. Потому что это шукрут. Видите? Капуста тушеная. Она вкусно готовится. В белом вине очень вкусно и разогревается. Мне очень нравится. Вот именно в белом вине она неплохо идет. Короче говоря, можно ее тут на два раза разделить. Это много для нас двоих. Дальше. Ну вот такие закусочки дали. Ничего неплохо вот эта закуска. Мне понравилось. В прошлый раз я ее попробовала. Она тут перец у нее, знаете, такой перец гриен. Ну то есть поджаренный перец. Что-то обжаренный. Что-то еще туда добавляется. По-моему, оливки. В общем, мне понравилось. Это шевр. Это козий сыр дали. Тоже неплохой он. Ну такой вот. В общем, сметана. Такая вот. Цельная, так скажем, сметана. 30-ти процентная. Ну, крэм фреш по-французски. Это дали ананас в сиропе. Леже. Легкий. Дальше вот такие дали нам. Это палочки крабовые. Они, кстати, хорошие. Они без вот этих всяких добавок. Без всяких, в общем, колорантов. Ну, в принципе, они неплохие. Я из них салатик делаю. Яйц дали нам. Вот такие вот. Сколько тут? 10 штучек, по-моему. Вот билла, кстати, яйца. Да, 10 штучек, видите. Яйца. Дальше вот такой вот жамбон. С жамбоном какой-то. Бутерброд с сыром и жамбоном. Два целых дали. Видите? Как интересно. Суп. Смотрите, в таком вот дали. Вот он неплохой. Я, кстати, его... Ну, это, знаете, я не любитель таких супов. Но иногда на скорую руку вот куда-нибудь едем. Ну, или приехали. Поесть нужно что-то быстро-быстро. Можно этот суп приготовить. Он, кстати, неплохой. Очень даже неплохой. Он арабский. Неплохой суп. Дальше дали опять вот такой рис у нас. Это очень хороший рис. Вот этот рис очень неплохой. Быстро варится. Это местный комарк. Рис французский. Видите? С буковкой А. Вот. Ну, и что? И йогурты дали. Много-много йогуртов. Это вот у нас тут и десерты вот такие. Муссо шоколад. Видите? Неплохой. И такой десерт. Не знаю. Ой, тоже такой интересный. Два десерта таких дали. Два десерта вот с карамель. Карамель. Крем. Дали. Два десерта натюральные. Видите? Дали. Неплохие они тоже. Вот такие два десерта. Тоже кремовые такие вкусные. Два активий нам дали. Видите? Много всего. И вот такие еще десерты. Видите? С разными вкусами. Вот. Ну, вот такая вот у нас получилась. Вот такая у нас получилась корзина продуктовая. Ну, на этом заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Ну, и до следующего видео.